Выражение «свернуть на скользкую дорожку» стало актуальным для самарцев с самого утра. Дождь и мокрый снег превратили город в настоящий каток. Хоть коньки надевай, дождь и минусовая температура превратили тротуары в ледяные ловушки. Стекловидная глазурь очень опасна еще и тем, что практически не видна на глаз, особенно в темное время суток. Владислав Яковлев пересел с личного автомобиля на общественный транспорт, решил больше времени ходить пешком. Сегодня прогулка не задалась. Здесь у меня любимое слово «комфортно». Стало некомфортно. Всем сразу, одновременно. Поэтому, ну что, будем надеяться, что дорожная служба быстро раскачается. Песочек, сон и будет все хорошо. Погодная аномалия не стала сюрпризом для городских властей. Работать службы благоустройства начали заранее, с учетом прогнозов синоптиков. Все тротуары, проезжие части и остановки посыпают реагентом. Не забывают и про дворы. Уже израсходовали почти 40 тонн Бионорда. Безопасность на дорогах обеспечивают 370 спецмашин. Особое внимание дорожники уделяют участкам, где есть подъем или спуск. Там размещены дополнительные ящики с песком, которые водители могут использовать самостоятельно. Дежурит спецтехника, чтобы оказать помощь большегрузам при подъеме и исключить из-за этого пробки. В ночь темпы работ снижаться не будут. В Самаре объявили желтый уровень опасности по гололеду. В день у нас получается на дорогах, именно по проезжим частям, работы по обработке антиглоледным материалом осуществляется 25 единиц техники, именно посыпкой. На тротуарах у нас задействованы 14 единиц. Основная задача – это не допустить формирования в большом объеме стекловидного льда. Водителям надо быть более аккуратным при движении, желательно все-таки руководствоваться требованием безопасности, выбирая скорость движения, вне зависимости от разрешенной в городе. Ну и пешеходам я бы все-таки хотелось бы посоветовать тоже аккуратнее идти и внимательно смотреть под ноги. Не все самарцы успели проявить осторожность. Из альда упали, но около дома. Обращение в травмпункт оказалось почти в полтора раза больше, чем обычно. В первой половине дня за помощью к медикам обратились около 50 человек. Врачи оказались готовы к наплыву. Из-за погодной ситуации мы увеличили количество врачей, находящихся на приемах. Круглосуточно ведется прием, всегда работают два врача. В нынешней ситуации сейчас даже три врача у нас работают. Капризы природы вынудили самарцев искать безопасные способы передвижения. Ну как тротуарчиком, тротуарчиком, по краешку. Да я не успел пораниться, но это же природа такая, видите, за какие-то полчаса такой случай получился. Ну трудно же, конечно, ходить. Стараемся не упасть. По словам синоптиков, причина природной аномалии кроется в температурных перепадах. Причиной всему является у нас западно-восточный перенос воздушных масс устойчивый, который сохраняется вот уже практически в течение месяца. И теплый влажный воздух Атлантики достигает берегов Средней Волги. Поэтому у нас вот сохраняется такой повышенный температурный режим. Сегодня ночью прогнозируется усиление порывов ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха будет близиться к нулю. Сохранится гололед. Завтра днем в Самаре будет устойчивый плюс. Коммунальные службы во всеоружии. Передышка будет не скоро. Морозную зиму синоптики ожидают лишь в феврале. Мария Левина, Николай Сидоров, Григорий Плешаков. События.